вот и зайка пойдем пойдем за ручку с тобой на твоей любимой качельки он к мелочке на качельке беги сама только держись камень держи жайку давайте так очень удобно стало когда она начала сама себя раскатывать она знает как и себя раскатать может посильнее не так сильно да и останавливается вовремя это очень классный навык который мы ее научили в этом году который нас очень сильно спасать потому что до этого раскатывала ее я потом она научила сама себя раскатывать ну и когда вот она в движении на если захотелось остановиться на спрыгивала и несколько раз упала потом мы ее уже начали очень активно учить чтобы она могла тормозить теперь очень удобно раскатывать тогда когда ей хочется и останавливается тогда когда и это необходимо все очень многие мои зрители которые с нами давно в этом году именно заметили у камилки очень крутые улучшения в ее состоянии но не на самом деле есть их очень много ну например вот первое вот это да то что она раскатывает и останавливает теперь она вот в этом году опять-таки летом научилась спускаться по ступенькам сама первая раньше надо чтобы был кто-то впереди и она потом спускалась или рядом она боялась если она никого из своих родных не видит впереди сейчас она преодолела этот бриер и спускается даже несмотря на то что впереди никого нету для нас очень очень радует моя звездочка и состояние я действительно улучшилась когда мы поняли вообще как с ней взаимодействовать но у каждого ребенка особенного да все очень индивидуально у кого-то так идет у кого-то по-другому идет я вам хочу сказать что в этом году для нас было открытие это водить ребенка и она сама уже психологически до этого доросла вводить места большого скопления людей где громкая музыка яркий свет и на этого не боялась это ведь тоже очень крутое достижение потом у нас был страх посадить ее на аттракционы какие-то такие вот опасные мы думали что елся там на паровозе к их на лебедях каких-то кататься и в один день вы знаете интуитивно сердцем вы сами чувствуете что вам надо и мы решили попробовать ее покатать на экстремальных аттракционах вы знаете таким деткам как каме я так предполагаю но из опыта полученный восками не хватает адреналина я честно говоря вот эти аттракционы боюсь на них садиться правда мы с мариночкой в этом году прокатились мне даже на них страшно смотреть муж не ходил и говорит знаешь город у нее просто непередаваемое ощущение радости и они искренне и настолько классные она получала такой адреналин такой заряд просто неповторимый поэтому для нас в этом году было открытие от таких вот аттракционов экстремальных я вам хочу сказать что они тоже дали свой обалденный просто толчок следующая для нас открыть это то что каталась каме катается до сих пор на лошадях она их не боится и ей очень нравится она начала уже гладит она к нам привыкла что в первые дни она их очень сильно боялась не хотела садиться сейчас надо делать этот с огромным удовольствием она преодолела вот этот свой страх и узнается общение с животными они тоже дают паучок ипотерапия собачки кошечки и дельфина терапия это все не зря как бы придумано хотя согласна что многим это не подходит для многих это выброшенные деньги но каждая мама особенного ребенка думаю что она пробует все методы да и методом только проб и ошибок она может прийти к какому-то конкретному результату будешь водичку пить пойдем мы пойдем куда ты хочешь единственный минус что-то вот такое вот у него появилась в этом году мы это один из тимов я так предполагаю как считаете от улыбаешься такая ты красотка вы просто загляденье куда идем ты с усанин мой виде и туда и пойдем у нее еще конечно страх на улице ходить не за ручку ну вот потихонечку потихонечку иди вперед я за тобой ты сюда пойдем потихонечку потихонечку мы ее и к этому к этому тоже приучаем не звездочка давай сама сама ходи молодец но она напряжена но уже не так за потихонечку привыкает смотрим по сторонам в другую сторону надо посмотреть в другую вот туда нет камень за три дороги вот сюда правильно и теперь переходим нет машин переходим меня не сама информация которую я вам сейчас расскажу со мной поделились тоже мои зрители спасибо им за это огромное я всегда прислушиваюсь к полезным советам и информации и беру себе на вооружение конечно я все подряд брать не могу первое не считая нужным и второе на все подряд и тоже не хочу распылять своего времени я беру лишь то что мне действительно подходит мне несколько моих зрителей писали о том что аида а вы пробовали когда-нибудь когда вы идете с камилой куда-то рассказывать перед выходом куда вы пойдете что она там будет делать и что она получит взамен первый раз я как-то к этому почитала интересно стала эта мысль но пропустила второй раз я уже начала прям задумываться надо этим третий раз я думаю блин ну действительно это что-то такое значит чем стоит задуматься подумала дома хочу я думаю нужно это применять на практике думать то я могу все что угодно подходит это моему ребенку или не подходит надо это попробовать на практике я начала камиле за 40 минут где-то за 40-30 минут до выхода куда бы мы не шли рассказывать что мы будем делать или например мы вышли на улицу так как для нее поток информации для нас китайский язык с первого раза да мы его понять не можем вот и со второй вряд ли мы тоже поймем да это только долетельное изучение его нам даст понимание какое-то и когда мы выходим на улицу я тоже рассказываю что мы будем делать куда мы идем какое и что она получит в итоге знаете вот например я говорю камилочка мы сейчас идем к психологу по имени отчество нельзя говорить только имя вот мы к ней сейчас пойдем ты рада ты счастлива ты сейчас психологом покормишь рыбку она очень любит кормить рыбку будешь собирать пирамидку и она что-то тебе даст новенько если будешь хорошо заниматься на тебе даст вкусняшку вы знаете но мне так кажется что у неё идет как бы переваривание информации и она уже начала понимать куда мы идем например если мы идем на прогулку у неё например она определенная реакция да на то что я и говорила а если мы идем к психологу не определенная своя тоже реакция но эти реакции очень положительные классные поэтому если у вас особенно ребенок и а если вы сегодня практиковали никогда не говорили куда вы идете не проговаривая и что он там будет делать и самое важное что он получит взамен то попробовать это очень очень классная работая действительно проверено и я рада что люди такими классными советами делятся давай ты моя молодец умничка что-то в носочках нет это враг нельзя это надо на ножки одевать давай мы с тобой на ножки тебя оденем носочки давай вторую ножку ой ручку камеру мне так неудобно уже не хочешь что ли одевать а надо улыбака надо надо и посолинок побольше на стопу давай давай одеваем так хорошенечко чтобы на стопе было много посоленок тут прям совсем неудобно было этой пимпочке так а второй носок нет с одним нельзя ходить дай вставай и походи нет теперь будешь ходить как тебе комфортно в таких носочках ходить ходи выйди на лоджию комфортно тебе нет ну ты не стой и ходи прям что там у тебя что-то мешает неудобно нет драться нельзя драться и кусаться тем более нельзя что-то мешает да что там тебе мешает может это тебя массаж стоп такой мешает ну снимай 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 ты это на меня шпок учись снимали где тебе некомфортно покажи мне вот здесь на носках тебя неудобно я тут и не знаешь что-то меня дело ну снимай 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 давай носки что-нибудь руками не нравится тебе да снимай снимай если тебе не нравится вот здесь тебе некомфортно да мне моя зрительница написала такой классный совет гортает а попробуйте едет на скейке и что-нибудь туда засыпать вот я и засыпала сюда фасольки ей же будет неудобно доходить и она будет снимать ну или например знаете то еще неудобно для неговорящих детей а потом уже поразмыслила спасибо огромное такой очень дельный совет например когда мы ходим в летние обуви в открытые и могут какие-то камешки попадать или ключ к и она не показывает да где у нее там что и дискомфортно она просто плачет и кусает бьет себя мы же не можем понять где и что у него вот такой вот способ помогает научить ребенка не говорящего ребенка аутиста да чтобы она показывала где ей дискомфортно и убирала этот дискомфорт себе ну что за сучками ответит ее привлекают то есть неудобно ей и она постоянно сюда концентрировать не снимай давай давай так вместе нет 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 надо вместе снимать ну ты хоть как-то напрягайся уже если ты хочешь избавиться очень классный способ мы и одевать в день несколько раз сегодня одевали да и она так вот ходила конечно это не с первого раза но постоянные тренинги дадут свой крутой результат вот мое личное мнение что такой способ это лучше чем карточки флекс да если ты вдруг собой забудешь то все хана ничего тебя не спасет давай камила тебе мешают носки скажи да скажи да скажи да нет давай снимай вместе снимай ты не снимаешь сама давай я тебе помогу за одну ножку освободи пексик всегда можно обучить а вот лучше попробовать такие вот способы ого сколько фасолин было да ничего себе а со вторым носком что делать сама уже давай сама давай я тебя с одним помогла ничего себе вот здесь мешает дали на тебе или нет ну уже хорошо что вот она знает что там ей дискомфортно и уже концентрирует свой взгляд и внимание у нее сюда ну будешь ходить одна нога свободно другая в носочках будешь так ходить уходи сама снимай а неудобно скажи научись так жить уменьшать уменьшать тебе уменьшать тебе удобно тебе нет нет видишь неудобно и она концентрирует на это молодец ты тоже рада ну давай снимай давай молодец смотри как радуется ну ну мамочка НЕЧЕ РАГУЮТЬТА не дергайся спасибо огромное за такой крутой действительно полезный совет у кого детки особенные не а собирать кто будет камень фасоленки